Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита. И я думаю, каждый слышит вокруг да около, что Android можно настроить, можно кастомизировать, можно хоть как заточить под себя. И что же такого можно с ним сделать, что нельзя сделать с iOS? Например, я сейчас покажу довольно удобный и, можно сказать, уникальный виджет, который в разы упрощает управление музыкальным плеером. Ну, думаю, меломанам это понравится, таким как я. Например, запускаем музыку на плеере и идем в какое-нибудь другое приложение. Можно играть, можно что-то, ну, вообще абсолютно пофигу, все что угодно делать в каком-нибудь другом приложении. Итак, в нашем плейлисте заиграла какая-то песня, которая нам очень не нравится или нам нужно срочно ее остановить. Делаем свайп влево и останавливаем. Или же, наоборот, запускаем и переключаем. Все. Офигенная вещь, офигенный виджет. И я сейчас расскажу, что это такое и вообще, как и с чем это едят. На телефоне у меня стоит Android версии 4.04. На планшете стоит Android 4.4 KitKat. И там и там приложение работает довольно хорошо. Вообще, оно доступно в маркете по цене 57 рублей. Я думаю, оно стоит этих денег, потому что никаких нареканий нет и не к чему придраться. Много настроек, что мне тоже, кстати, довольно-таки очень понравилось. Есть много темок оформления и он ассоциируется с очень многими приложениями. То есть, может управлять многими приложениями, но ругается, когда несколько приложений на устройстве. Например, там Play Music, PowerMP и Apollo. Ну, это как пример. Настроек довольно много. Можно сделать автозапуск, сделать запуск только когда вы хотите. Настройки внешнего вида. Например, вот темка. У меня стоит темный KitKat. Можно сделать, например, розовый для девушек, да и, в принципе, и для вообще всех. Выглядит довольно забавно. Макет для телефонов и для планшетов сразу предусмотрен. То есть, его можно устанавливать абсолютно на любое устройство. И это приложение будет работать, радовать и делать реально уютным управлением музыкальным плеером. Можно настроить жесты, то есть, как вызвать этот данный виджет. И тоже, в принципе, можно сделать встряхивание, можно сделать свайп, как у меня стоит. Забыл поменять темку. Ну, да ладно. Предпочтение. Автозапуск, запуск при загрузке. О программе можно посмотреть, о разработчиках. Такой, кстати, забавный логотип. Ну, в общем, действительно, всем советую ставить данную утилиту, потому что она реально делает удобное управление. И я думаю, что на яблочной оси данной штуки нету. То есть, нельзя ничего такого даже близко сделать, что жирный плюс уже самому андроиду, который реально можно настроить и заточить так, как вы хотите. То, что вы хотите с ним сделать. И абсолютно все так, как в вашей душе угодно. Ну, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро будут новые обзоры всяких вкусностей андроида. Пока-пока.